Одна изюминка способна убить собаку. Я предлагаю им съесть смертельно опасный яд, и они не отказываются. Но реакция на по сути ядовитое для них сливочное масло меня просто поразила. Захотят ли собаки съесть смертельно опасный шоколад? Попробуем предложить собаковой кошке настоящее вино или пиво. Мы, владельцы животных, ненавидим дог-хантеров. Они травят наших собак, а то и кошек в наших же дворах. Мы называем их живодерами. Я, когда бываю в Москве, на прогулках со своими собаками, часто вижу во дворе женщину, которая гуляет с жирной, облезшей, постоянно чешущейся собачкой. И когда я спросила ее, чем питается ваш песик, она сказала, что он очень хорошо питается, он вообще не может жить без сливочного масла, сметанки, сырка. Я его очень хорошо кормлю, не переживайте. Так вот как, по-вашему, эта любящая женщина не издевается над своей собакой? И почти каждый из нас с вами неосознанный живодер, который не понимает, что он травит свое животное самыми разными ядами. Только делает это он постепенно. И в какой-то момент эта доза может стать смертельной. И питомец умрет. И что тогда мы скажем? Кто будет виноват в этот раз? Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои самые разные питомцы, и это моя постоянная рубрика «Как стать живодером». Подписывайтесь, обязательно я прошу вас на канал, и проверяйте колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить новые видео. А в этой рубрике я постоянно провожу жуткие эксперименты. Я пробовала электрический ошейник для собак на себе, чтобы показать, как это жестоко. Я сидела в дикой жаре, на солнце, в закрытой машине, чтобы люди увидели, насколько это ужасно оставлять там животное. Так вот, мой дедушка, когда был еще жив, и когда у нас была собака Ротвейлер Лика, вот она, это она, еще был котик Доминошка. В общем, это было очень-очень давно. Он давал им колбасу и говорил, если бы колбаса была плохая, Анечка, они бы ее не ели. А они ели. То есть, колбаса была хорошая, что ли, так? А когда он давал им что-то еще, и они не ели, он говорил, видишь, животные чувствуют с этим продуктом что-то не так. Так, сегодня мы вместе с вами проведем очередной эксперимент и проверим на моих животных, под моим контролем, конечно же, действительно ли они чувствуют, какая еда хорошая, а какая плохая, и понимают, что им есть можно, а что нельзя. Я буду на ваших глазах предлагать им опасные продукты. Как это связано с тем, что миллионы хозяев по всему миру, и, скорее всего, вы, да, вы, вы тоже, неосознанные живодеры, вы поймете по пути. И до того, как мы начнем наш эксперимент, у меня для вас очень важное задание. Вы можете даже видео прямо на паузу сейчас поставить и в комментариях написать, что вы обычно едите и что ест ваш питомец, если он у вас есть. И смотрите внимательно, позже в видео я объясню, зачем это было нужно. Начнем с простенького, с колбаски. Я подготовила много разных видов, я не буду зачитывать состав каждой. Думаю, ни для кого из вас не секрет, что в колбасе практически нет мяса, а только его кожа и мелкие обрезки, а иногда вообще одна соя. Но дело даже не в этом, а в том, что в колбасе много соли, перца, специй, красителей, консервантов и даже усилителей вкуса и других добавок, которые для животных как яд в малых дозах. То есть сразу не убивает, но садит печень поджелудочную, а там недалеко до гибели. Вот и посмотрим, понимают ли эту опасность собаки и кошки. Не успела я предложить песикам вареную колбаску, как они очень быстренько ее умяли. Все четыре собаки, все четыре кусочка. Киса Алиса тоже полакомилась без особого беспокойства. С более мясной колбасой история повторилась. Хорошо, что я давала совсем малюсенькие кусочки. Я просто уже не могла, если честно, на это смотреть, поэтому сосиску только лишь предложила, чтобы заснять реакцию. И собаки с удовольствием хотели ее съесть. Запах их очень привлекал. Они так и выхватывали ее у меня из рук. И еще один вид колбасы. Он их тоже заинтересовал так же сильно. А Софи даже успела все-таки ухватить кусочек. Блин. Кто-нибудь обязательно скажет, ну ладно, Анчеты, ну немножко-то можно, ну немножечко. И вот для таких, как вы, я специально пересчитала количество еды на свой вес. Я взяла 55 килограмм на вес средней моих маленьких собачек. Ну вот такая вот одна безобидная сосисочка большой собаки-то уж что там вообще. Так вот, для меня на мой вес это целая пачка сосисок из 10 штук. Как если бы вы съели 10 сосисок, пачку целую. Немножко колбаски совсем. Это полкило докторской колбасы для человека. Вот столько, вот это вот безобидная горсточка. Я понимаю, что кто-то скажет. Ну да, в колбасе никакого мяса нет, но тогда и сухой корм, яд в таком случае, там тоже мяса нет. Ну, как сказать. Сейчас вот многие производители пишут на своих кормах, что у них мясо чуть ли там не 30, 40, 50, а то и 70. Хотя, вот только правда. То ли это мясо? Я не буду сейчас углубляться в изучение состава кормов, чтобы не грузить вас лишний раз. Просто запомните, все ингредиенты должны быть прописаны и самые большие, желательно с процентами. А если в корме действительно использовалось настоящее мясо, а не мясокосная мука, суппродукты, остатки и другие непонятные мясные компоненты, то оно должно стоять на первом месте. И если говорят, что у них 70% мяса, значит на первом месте в составе так и написано. Например, парной ягненок 70%, а не всякие варианты типа сырое мясо 5, дегидратированное еще 5, еще какое-то 5 и еще что-нибудь 5. Итого 20 вроде как неплохо, но ведь это не 20% мяса. Есть разные хитрые способы обойти систему и описать свой корм так, что люди будут думать, что это правда практически одно мясо. Но не ведитесь. Если хотите, прям супер подробно изучим эту тему, но в другой раз. Вот такая вот странная математика. Тогда смотрите, для платинума это собачий корм, которым я кормлю своих собак. Так вот для приготовления одного килограмма этого корма нужен 1,27 килограмма мяса. Потому что они берут это мясо, кладут, ну скажем так, в гигантскую кастрюлю, тушат, варят его там, да, со всеми дополнительными ингредиентами и получают уже корм. Именно поэтому он очень сильно отличается, если вы приглядитесь, от обычного сухого корма. Сухой корм, он реально сухой, потому что он высушен при огромных температурах. А платинум, вы можете взять эту корминку и вот так вот ее, как гематоген, разломать. А чтобы разломать обычную корминку сухого корма, вам понадобится молоток. Если взять 100 грамм сочного корма платинум, он займет вот столько места в стакане. Если же взять 100 грамм обычного сухого корма, то он занимает в два раза больше. Казалось бы, вроде хуже, что его меньше, но нет, наоборот. Благодаря тому, что его немного, когда он попадает в организм собаки, он намного быстрее усваивается, чем вот эта огромная масса. И самое интересное, вы когда-нибудь пробовали заливать водой сухой обычный собачий корм? Зальем и те, и другие 100 грамм водой и посмотрим, что произойдет. Я думаю, результат вас очень удивит и заставит все-таки задуматься. Вот скажите, как думаете, настоящее мясо, если залить его водой, всплывает или все-таки оно тяжелое и поэтому остается на дне? Проходит время, и мы сливаем все это в миски, чтобы увидеть, как разбух и надулся обычный корм. Вы когда-нибудь пробовали залить водой мясо? Вот просто залить его водой. Что будет с этим куском мяса? Правильно, ничего! То же самое произошло и с платинумом. Он не увеличился в размерах. Когда собака съедает небольшое количество обычного сухого корма, там в желудке он разбухает. И, соответственно, растягивает желудок собаки. И, соответственно, она хочет есть все больше и больше, и порции должны увеличиваться. А если вы даете ей меньше, чем она хотела бы, у нее сосет в животе, развивается гастрит и другие болячки. Ну, в общем, вы поняли. А это количество, оно, попадая в желудок, никак не увеличивается. А значит, не растягивает его и лучше усваивается, потому что это не вот так вот много. Ааа, у меня полный живот, зачем я столько съела? Вот такое вот у вас примерно состояние, когда вы обожретесь. Вот точно так же себя чувствует обожравшаяся собака или кошка. Но вы этого не узнаете, потому что животные не умеют говорить. Ну что ж, а теперь предложим моим собакам и кошке другие продукты. Опасные для них. И посмотрим, будут ли они их есть. Именно поэтому, ребят, я вас очень прошу, поддержать этот ролик лайком. Если вы за то, чтобы мы относились к своим животным ответственно. И поделиться им в социальных сетях, рассказать друзьям, отправить знакомым. Таким образом, мы сможем спасти жизни домашних животных, у которых еще есть хоть какой-то шанс на здоровье. Спасибо вам от всей души за поддержку. Одна изюминка способна убить собаку. Точно так же, как одна виноградинка. Ученые все еще пытаются определить, какой именно собачий токсин содержится в винограде. Первые симптомы проявляются уже в течение 24 часов. Например, рвота. А уже через сутки собака быстро теряет вес, перестает пить и ходить в туалет. Почки перестают работать и шансов на выживание почти нет. Хотя на некоторых он вообще не влияет. Собаки с интересом изучают новый продукт, запах которого они никогда не чувствовали в своей жизни. Изюм. Я предлагаю им съесть смертельно опасный яд. И они не отказываются. Значит, что-то их в нем привлекает. Конечно же, я им этого сделать не позволю. Привычный для нас сахарозаменитель ксилит, который содержится в жвачке и многих наших сладостях, вызывает у животных резкое падение уровня сахара в крови и очень опасен для питомцев. Вплоть до смерти. Обычно кошки не сладкоежки, и кисалиса отказалась от печеньки. А вот большинство собак сладкое любят, несмотря на то, что оно для них вредно. Прямо как люди. И вы сами видите, что моя собака Юми с удовольствием бы съела эту печеньку. Но не беспокойтесь, в ней не было ксилита. И ей удалось откусить лишь миллиметровый кусочек. Но реакция вам понятна. То же самое происходит и с жевательной резинкой. Собаки не отказываются от продукта, который заведомо несет для них опасность и содержит жуткое вещество. Тот самый ксилит, который может быстро уничтожить их организм. Но если даже никто не будет специально давать собаке или кошке жвачку, то питомец может найти это где-нибудь совершенно случайно. И мы не знаем, чем бы это могло закончиться. Но давайте продолжим эксперимент. Чем еще там у нас любят баловать своих животных со стола? Сметанка. Как там было? Сыр. Человеческие йогурты, ну и всякая такая вот еда. Моя кошка отказалась есть жирную сметану. Прости, Алис, я запачкала тебя. С ложки. А вот из миски с удовольствием уминала. С чуть меньшим удовольствием, потому что она уже наелась еще и до эксперимента своей привычной едой. Все-таки попробовала и йогурт. А вот от сыра отказалась. В отличие от многих собак, которые не знают меры и едят, пока у них тупо не заберут. Кошки чаще всего могут остановиться. И потратить время на себя любимых. Например, смыть сметану с головы, в которой хозяин рукожоп случайно их измазал. Сметану собаки ели просто с гигантским удовольствием. Да и от йогурта они тоже отказываться не хотели. Короче, пришлось снова вмешиваться в процесс. И вообще, для меня эта съемка была довольно тяжелой. Нужно было постоянно контролировать дозы. И не упустить случайно момент, когда собака может съесть что-то лишнее или опасное. Но у меня гигантский опыт общения с собаками. И поэтому повторять подобные эксперименты кому-то другому я очень не советую. Сыр, конечно же, они тоже съели бы весь с удовольствием, еще и с добавкой. Миша, нет. И по традиции, в переводе на человеческие объемы, да? Что такое большой собачке дать вот эти три кусочка сыра? Да даже вот этой маленькой. На человеческий вес, это как если вы съедите вот эту вот пачку сыра в 250 грамм. Целую пачку за раз. Просто вот, это для перекуса. Перекусить. Закусочка к нашим будущим ингредиентам на пробу. Все мы вроде как понимаем, что бить животное это плохо. А вот кормить животное со стола, кошечку свою или собачку, это нормально. Травить свое животное постепенно не издевайство получается, так? Делать его жирным, чтобы ему было тяжело носить свой вес. Оно задыхалось, у него болели ноги, суставы. Но ведь это так мило. Жирненькие, толстенькие, пухленькие питомцы, котики и песики. Вот эти вот мопсики со складочками, фоточки в инстаграме этих жирных толстых котиков. Вообще, ааа, это же просто верх милоты. Я считаю, что закармливать своих животных до ожирения, это просто какой-то особый вид живодерства. Это реально вот как закармливать своего ребенка до глубочайшей просто стадии ожирения. Фоткать его вот так вот на телефончик, выкладывать в инстаграм и умиляться этому. Смотрите, какие у моего сыночка жирные щечки и проблемы с печенью. Смотрите, какая у меня толстая дочь. И все такие, лайк, ооо, как это мило, как это няшно. Меня от этого просто дико бомбит, ребят, простите. Животное страдает. Просто опять же мы приходим к тому, что оно не может сказать. А еще хлебушка к маслицу добавим или лучше хлеб с майонезом? Как думаете? Та самая хозяйка, про которую я рассказывала вам в начале, говорила мне, что ее собака очень любит сливочное масло. Это вообще сплошной жир, опасный для животных. Но когда мы начали проводить этот эксперимент, я была в шоке реально, ребят. И майонез вреден не меньше, и хлебобулочные изделия, в том числе макароны, блины, пельмени, беляши и так далее. Вот и проверим, понимают наши песики и готики, что это для них запрещенные продукты или нет. На хлеб собаки реагировали с меньшим энтузиазмом, чем на колбасу. Ну еще бы, в нем нет усилителя вкуса и ароматизатора. Хотя, кто знает? А вот майонез их очень даже заинтересовал. Но реакция на, по сути, ядовитое для них сливочное масло меня просто поразила. Майонез это интересно, но масло будто снесло им крышу. Они не могли его не хотеть. Они обезумели и готовы были сделать что угодно, чтобы его заполучить. Их ничто не останавливало. Видимо, действительно, сливочное масло обладает каким-то запахом или вкусом, который отключает мозг питомцев. Но как же так? Как же тот факт, что это очень опасный для них продукт? Собаки безумно хотели его съесть. А вот киса Алиса вообще ничего из этого и пробовать не стала. Если питомец не ест что-то, это совсем не значит, что он вот тут именно понял, что это вредно. Ему просто может не нравиться эта еда или ее запах. Но, скорее всего, он очень сытый. И действительно, киса Алиса ела накануне. Потому что часто, даже если еда уже испорчена и покрылась плесенью, протухла, большинству животных даже это не помеха. Дело в том, что наш человеческий глаз, он не видит проблему животных изнутри. Как и у себя он проблемы изнутри не видит. А если не вижу, значит, проблемы нет. Кормить животных со стола, это как маленького. Вообще, там, вот ребенка, когда он только начал кушать, начать кормить макнаггетсами, шоколадками, чипсами, бич-пакетами. А почему нет? Вы же представляете, да, примерно, какие органы размером у ребенка. Они же маленькие, не то, что у взрослого человека. И чем человек старше, тем органы больше. А у собаки, у маленькой, у большой даже, тоже маленькие органы. Представьте, какая там печеночка, почечка, сердечко, желудочек. Так что, как вы думаете, ребенок умрет, что ли? Нет, он не умрет. Просто всего лишь-то вырастет больным с кучей хронических болячек и очень слабым. С вообще, наверное, отсутствующим иммунитетом. Так если мы ребенку не даем копченую колбасу, почему мы кошке своей или собаке даем? И если сейчас найдутся те, а я знаю, что они найдутся, которые скажут, что вот я даю и никаких проблем нет. Сейчас нет. Если вы будете каждый день съедать по пачке чипсов, просто представьте, а может здесь такие и есть. Что, вы сразу умрете от аллергии или передозировки усилителями вкуса? Разжиреете тут же от этой пачки, съев одну чипсину, у вас сразу в бока вывалится все, вы весите 100 килограмм? Нет, с вами не случится этого прямо сейчас. Это всего лишь дело времени. И если мы еще какие-то больные там как-то ходим и живем и жалуемся, то животные не могут сказать о том, что у них в боку где-то колет или сердечко побаливает. Они не умеют говорить. А еще некоторые хозяева очень часто кормят собаку не просто со стола какой-то вкуснятиной, а той едой, которую едят сами. У меня тут есть очень вкусный борщик, а еще есть рис с куриным фаршем и даже тыквенный супчик пюре на ужин. Попробуем предложить это животным и посмотрим, как они отнесутся к домашней человеческой еде. Это не самое опасное, что может быть дальше будет хуже и намного опаснее. И тем более я добавляю в свою еду минимум специй и соли. Но все же это не отменяет того факта, что в ходе эксперимента все мои собаки с удовольствием уплетали обычную человеческую еду с моего стола. Но как вы уже заметили во время наших опытов, собаки сильно отличаются от кошек, которые чаще отказываются что-то пробовать. И именно поэтому песики в большей опасности. Они могут есть все, что видят и что им кажется вкусно пахнет, несмотря на то, что в человеческой еде содержатся сотни ингредиентов, вредных для их организма. Ох, моя самая любименькая и вкусненькая отговорочка. Всю жизнь кормим и все нормально, все окей. 12 лет ест макароны, жива-здорова. Во-первых, откуда ты знаешь, что все нормально? Собака тебе об этом рассказала? И парся хозяин, у меня все нормально? Или кошка такая, да, я здорова, все ок. Если у животного что-то болит, оно объяснить не может. Во-вторых, дворняжки. У дворняжек намного лучше иммунная система. Они намного сильнее и здоровее. Но очень важный момент. Когда так говорят о породистых собаках, говорят те, у кого собака очень взрослая, старше 10 лет. И действительно существует мнение, что, сейчас ваша любимая фраза, раньше было лучше. И да, как и у людей сейчас, генетика собак тех времен действительно была лучше, чем у современных песиков. Это как наши прабабушки или бабушки, там у кого кто, могли вспахать поле и сейчас могут пахать сутками на огороде. А современные дети уже с самого раннего возраста страдают всякими хроническими заболеваниями. Поголовно у всех гастриты, сплошь какие-то болячки и проблемы с позвоночником. Так что те, кто сейчас кормит своих молодых собачек, щеночков, чем попало их кормит, он не может знать, что с ними будет дальше и ориентироваться на более старых собак. В-третьих, для тех, кто говорит, что да вон собаки и кошки помойные, вон собирают у помойки, все подряд жрут и все с ними нормально. А вы видели, что с ними нормально? Вы статистику проверяли вообще? Мне так нравятся и те люди, которые все про всех знают. По статистике, животные, которые бездомные, у них продолжительность жизни, срок жизни 3-5 лет. Это в интернете так написано. И в том числе из-за питания. И даже если интернет врет, то по-любому у бездомных животных, из-за того, как они питаются и какой они образ жизни ведут, продолжительность жизни намного меньше в разы, чем у домашних, которым вы же можете своими руками вот этими вот продлить жизнь, а не руководствоваться своим желанием. Ти, господи, он так хочет, он так просит, у него такие глазки, я не могу ему отказать. Можете, блин, вы ему отказать, потому что это ради его здоровья. Проверим, захотят ли собаки съесть смертельно опасный шоколад. Кроме вредного сахара, он содержит яд для животных, алкалоид теобрамин, который, попадая в организм питомца, нарушает работу сердца, почек и, самое главное, нервной системы. Шоколад приводит животное к судорогам, коме и смертельному исходу. Орехи грозят страшным отравлением и разными жуткими заболеваниями. А человеческие сладости, в составе которых может быть не только ксилит, про который я сказала раньше, но и красители, стабилизаторы, ароматизаторы, вкусовые добавки, которые могут нанести питомцу непоправимый вред. И, как вы видите, собаки не отказались от вкусностей, которые для них смертельно опасны. Судя по их реакции, если бы не мой строгий контроль и наблюдение, они бы это все съели. Да, если бы эта еда осталась лежать, они бы с удовольствием доели даже крошечки. И это могло бы привести к ужасным последствиям. Что такое три малюсеньких, вот реально вот три, вот прям конфитюсечки для собачки, тем более для большой. Я уже съела одну, но вот эти три кусочка, переводя на мой вес, по традиции, как мы это делали с многими продуктами, целая плитка шоколада. Вот эти вот три малюсеньких долечки. А если вы случайно в доступе оставите шоколадку, например, ну, работали, сидели за компьютером, то есть, может, вы ничего ей не даете, но оставляете там, где животное может это достать. Будьте аккуратнее, это опасно. Алкоголь. Попробуем предложить собаковой кошке настоящее вино или пиво, которым так любят поить своих животных некоторые хозяева. Обычно алкоголь приводит к тошноте и затруднению дыхания, но питомец об этом сказать нам не может. Затем рвота и отравление. Тут вы уже замечаете, что что-то не так. И в самом плохом случае кома, сердечный приступ и смерть. Конечно, я предложила своим питомцам очень маленькую дозу, чисто лизнуть, чтобы проверить, захотят ли они выпить то, что несет им вред, как было с продуктами до этого момента. И как вы видите, пиво собаки сначала восприняли позитивно, и каждый даже лизнул попробовать. А вот вино их не особо заинтересовало, даже оттолкнуло, как мне показалось. И в целом на алкоголь они отреагировали без интереса, что меня очень лично порадовало. Точно так же, как и киса Алиса. Хотя бы за это можно не переживать. Но это еще не конец. Я очень часто вижу в интернете ролики, над которыми все веселятся и потешаются, где животное поет человеческим алкоголем, оно ходит, болтается, ему фигово жестко, причем очень фигово. А люди смеются, веселятся и как-нибудь это еще прикольно озвучивают. Типа, а, батя, шарик, я напился. Очень весело. Просто умора. Сейчас просто вот, ааа, посусь от смеха. Реально очень смешно. Но есть и нормальные люди, которые все равно почему-то пробуют давать собаке пиво. Там алкоголь. Я вам напомню. Там алкоголь. Мы употребляем в пищу лук и чеснок практически постоянно. Поэтому они есть в наших блюдах с хозяйского стола, так сказать. Но они содержат N-пропил-дисульфит. Яд для животных. И самое легкое, чем они смогут отделаться, съев их, это сильнейшее раздражение желудочно-кишечного тракта. При тяжелых формах отравления лук и чеснок в состоянии убить вашего пушистика. В кожуре, мякоти и семенах цитрусовых содержится лимонная кислота, которая может вызвать нарушение работы центральной нервной системы. Помидоры вызывают проблемы с почками и другие болячки. И в нашем эксперименте мы видим, что собаки не чувствуют опасности от этих продуктов. И с легкостью готовы были бы их съесть, если бы не контроль со стороны. Для чего я просила вас написать список продуктов, что едите вы и что ест ваш питомец. Я хочу, чтобы вы сейчас вернулись к своему комментарию или вспомнили, что вы там написали. И после этого ролика, так как в нем я показала лишь примеры, а не полный список того, что нельзя животным, нашли в интернете список запрещенных продуктов для вашего питомца и сверили, не даете ли вы вдруг ему что-нибудь из этого списка, а заодно посмотрите и список того, что вредно для здоровья вашего здоровья. Миллионы людей, как мой дедушка, считают, что собака или кошка не будут есть то, что для них вредно. Но как вы увидели из сегодняшнего эксперимента, животные не понимают, что это яд для них. Отсюда и объяснение, как докхантерам удается отравить наших питомцев. Как мы сами травим своих животных тем, что кормим их со стола. Не понимая, что они не могут сказать, что у них болит, мы доводим их до жутких болезней постепенно, не замечая проблем или сразу, если не углядели. Именно поэтому я очень прошу вас поставить лайк на это видео и поддержать его репостом, отправить знакомым, поделиться с друзьями, чтобы спасти жизни домашних животных, таких же, как мои, у которых еще есть шансы остаться здоровыми. Подписывайтесь на наши инстаграмы, тиктоки, каналы, переходите по ссылке на новые ролики на других каналах. Любите своих животных и увидимся скоро в новых роликах. Пока! Пошлите! Пошлите скорее!